Ну что ж, продолжаю тематику про броню. То есть те же самые плитки, которые вы видели в предыдущем видео, я сейчас перенес вот в этот плитоноситель простенький. Вот они, вот одна из них. Видите, вот она. Хотя, в принципе, сюда подходят и прямые тоже, больше даже. Это чисто простой носитель для плиты. Ну вот он, вот так вот выглядит. Вот так вот, видите. Очень простенькая, очень дешевая вещь. Реально говоря, в зависимости от того, что кому надо. То есть здесь входят как раз плиты, вплоть до размером до 11 на 14 дюймов. Как мягкие, так и тяжелые. Разница в данном носителе это то, что на нем нет никаких планок. Ничего не мешает, просто поверх, если надо, повесить то, что нужно, даже если это не на планке. А потом поверх повесить то, с чем вы собираетесь ходить. То есть вот, ничего не мешает, никаких вещей. Также, в принципе, можно вместо этого, чисто ради варианта. Вот, как это выглядит. И ради юмора сейчас так делаю, чисто для видео. То есть ничего не мешает. Конечно, вот эта вещь, она должна быть на боку, но сейчас мне это не нужно. Потому что, в принципе, это планируется просто для тира, а не для чего-то, или просто, чтобы схватить с собой. То есть в зависимости от того, что требуется. Вот эту вещь можно, в принципе, повесить и на обычную систему Молдэ. Это вот как раз тот самый альтернативный вариант, когда реально у вас будет снизу бронежилет, или плитоноска с пластинами, а поверх какая-то носительная система. Распределительная или что-то еще. Или просто оружие повесить. Это минимальная вещь, вот такая очень простенькая. Такие жилеты удобны тем, что они ничего не делают, кроме того, чтобы себя защищают. То есть, если вдруг вам нужно его снять, вы можете, и при этом вы не теряете все свои кармашки для оружия. Это очень-очень простенькая вещь. В данном случае китайская, потому что я им пользоваться не собираюсь. Это, реально говоря, чисто ради теста. И ради моего образования. Вот как эта вещь выглядит. Очень так напоминает, знаете, простенькие старые полицейские бронежилеты. Ну, что, в принципе, очень похоже. Это висом, по-моему. Если мне память не изменяет. У меня где-то была от него бумажка. Я его уже выкинул. И, соответственно, размер. То, о чем я хотел показать. То есть, реально говоря, человеку желательно закрыть критические органы. И это сильно зависит от размера самого человека. Потому что вы же, как бы, не хотите, чтобы туда прилетела пуля. Правильно? Давайте всего этого и делаем. Кстати, у Петровича, может быть, так... Не, не у Петровича, у Семена Семеновича на канале Макс Хаупман. Семен Семенович снимал по разного типа броне. Который у него тоже есть в этой несчастной Калифорнии. А у меня вот такие вот это. Те самые плиты, которые я показывал в предыдущем видео. Но в другом принципе установки. То есть, вот такая вещь меньше выделяется, теоретически. Существуют варианты, что его можно надеть, например, под куртку. Если вам такое нужно, чтобы спрятать. Чтобы не было какого-то лишнего внимания к вам. Но при этом все равно остается защитной вещью. Да, это не самая лучшая вещь. Но как минимум остановит пистолетное пуле в данном варианте конфигурации. В нем сейчас спереди и сзади стоят вот эти вот плиты. Вот они. И не забывайте, надо вот этой стороной наружу. Уровень 3А и столетная угроза. Что в принципе для большинства ситуаций домашних пока что достаточно. И вот она вот так вот влезает в этот кармашек. Если правильно вставить, то до конца. Еще раз, когда покупаете... Там внутривенка надо рассказать. Если покупаете броню и соответственно к ней плиту. То заранее смотрите, чтобы их размер был совместимый. И чтобы их стиль был совместимый. Например, вот этот предназначен для прямоугольных бронеплиток. А другой наоборот не принимает прямоугольные. Вот как я показывал в предыдущем видео. Там прямоугольные не подходят. Так что это была чисто моя ошибка. Я почему-то думал, что там сзади будет прямоугольные. Ну вот так. Очень краткое видео. Чисто как продолжение темы. Надеюсь было интересно. Так что вот. Вот такая вот вещь у меня есть. И сейчас она реально является бронежилетом класса 3А по американским стандартам. Защита от пистолетных калибров. Надеюсь было интересно. До следующего. Продолжение следует. Продолжение следует...